МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городничий, я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Амос Федорович, как ревизор? Артемий Филиппович, как ревизор? Городничий, ревизор из Петербурга, инкогнито, еще с секретным предписанием. Амос Федорович, вот тяна, Артемий Филиппович, вот не было заботы, так подай. Лука Лукич, господи боже, еще и с секретным предписанием. Городничий, я как будто предчувствовал, сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал. Черные, неестественные величины, пришли, понюхали и пошли прочь. Здравствуйте! В эфире интеллектуальная программа «Игра в бисер». Ну, все, наверное, узнали знакомый текст со школьных лет. Это первая стройка комедии Гоголя «Ревизор». Вот именно эту пьесу мы и будем сегодня обсуждать. В таком составе замечательном. Анна Голубкова, литературный критик, Инна Кабыш, поэт, Николай Писачинский, историк театра, театральный критик, и Александр Филипенко, народный артист России. Вот такой у нас... Исполнитель. Исполнитель, да. Вот такой у нас замечательный состав. Значит, ну что, я думаю, нет смысла пересказывать сюжет «Ревизора». Я думаю, все-таки более или менее все с ним знакомы. Но я сразу хочу сказать вот, что эту пьесу написал очень молодой драматург. Гоголю было 27 лет. 27 лет он пишет свое вершинное драматическое произведение. Пишет, причем очень быстро, за два месяца, одним духом, как он сказал, после того, как Пушкин ему дает сюжет. И вот уже сколько? Скоро уж 200 лет будет. Ну, не так скоро, но, во всяком случае, близко, как мы обсуждаем этот текст. Вот у меня такой вопрос простенький. Вот что делает эту комедию бессмертной, всегда актуальной и востребованной? Чем нам интересна пьеса? Ведь мы знаем, когда, значит, в январе 36-го года, вернее, в декабре 35-го, или в январе 36-го, где-то впервые Гоголь читает у Жуковского, значит, вслух эту комедию, то Пушкин катался от смеха, как пишет один из современных. Катался от смеха, потом сказал, как грустно наша Россия. Николай Первый, Николай Павлович, на первом представлении, как сказано, он смеялся от души. Вот какой это смех? Это одной природы смех. Какой смех? Демонический, значит, ну, Гоголь как демон. Сатирический, наш, не наш. Ментальный, наш, как у Ракина, да. Во-первых, Гоголь же сам, и в развязке ревизора потом говорит про смех, который на самом деле не смех, вот, а он трагедия по существу. Если считать, что это высокая комедия, то высокая комедия – это некоторый способ комический изобразить, по сути дела, может быть, трагическое или даже мистериальное происшествие. Поэтому, на самом деле, уже от самого Гоголя идет сомнение, что это за смех, и смех ли это вообще, и комедия ли это вообще. Поэтому тут, конечно, Гоголь взрывает какие-то особенные чувства, вот, да, страсти, если про это говорить. К сожалению, к сожалению, на мой взгляд, Пушкин был прав, сказав, боже, как грустна наша Россия. Ну, это по поводу мертвого душа, сказал, да. Потому что прошло уже почти 200 лет, да, но, в общем-то, не так уж много у нас и изменилось. И, к сожалению, социальный смысл комедии, он до сих пор актуален. Мы говорим, что вот у Грибоедова, там, как сказал Пушкин, половина вошла в пословицу. Но я вот выписал, посмотрите. Вот просто, значит, оно, конечно, сам македонский, герой, но зачем же стулья нам это? Взятки борзыми щенками. Хоть три года скачай, не заскачешь там, да? Теперь, а подать сюда Тяпкина-Ляпкина? Ну, язык-то вошло. С Пушкина на дружкой ноге. Это ладно, это... Я так петушком-петушком побегу за дружками. Арбуз. Не по чину берете, я думаю, это все-таки было... Не по чину берете, я думаю, это было все-таки до Гоголя. Это до... не по что таков, как бы, да? Значит, срывает цветы удовольствия. Выздоравливает, как мухи. Ну, с Пушкина на дружкой ноге. Легкость необыкновенная в мыслях. Все вошло в язык. 35 тысяч курьеров, суп из Парижа. Все вошло в язык. Что ни слова, сырон с языка слетает, да? Ах, какой пассаж. Даже такие междометные, как бы, вещи. Мы удалимся под сен струй. Унтерферская вдова, которая сама себя высекла. Свинья в вермолке и так далее. То есть целый пласт речения вошло... Вошел в национальный язык, в язык. Все это... да? Да. С другой стороны, вошло еще в такой, как бы, в память культурную. И очень странные выражения, которые не только хохмы. Вот. Которые представляют собой какие-то странные эмблемы нарушения логики. Или кодовое послание какое-то. Я об этом говорю, и сразу нет, и сразу мы понимаем, о чем идет речь. Ну, да. Это как бы, ведь зашифровано... Национальный код какой-то, да? Да. А вот можно про текст? Вот вы, когда овладеваете вот этой фактурой гоголевского текста, ведь это же особенное актерское задание. Обычно актеры, как бы, ну, идут по внутренней логике смыслов текста. Но гоголевский текст, он же разрушает эту логику. Вы должны полететь как-то иначе через него. Вот у вас есть особенное чувство гоголевского текста? Ну, м-м-м... В отличие там от Достоевского, там, или каких-то Островского? Вот так вот именно, что найти то отличие. Театр Достоевского, театр Гоголя, театр Островского. И, конечно, Гоголь – это не бытовой театр. Это не бытовой театр. Абсолютно. Тут приподнятость над землей, над бытом. Вот тут и это... Метафизика такая, да? Нет, слушайте, а к вам действительно вопрос. Вот по этому поводу. Актеры русские, актеры русской школы, ну, и отчасти, несмотря на то, что вы, в принципе, актер условного театра, все-таки. Но вот, кроме всего прочего, полагается работать этюдно, вовлекая какой-то собственный человеческий опыт. Когда вы работаете над гоголевским текстом, вот этот человеческий опыт, его приходится очень сильно преображать, наверное. Потому что, несмотря на то, что Станиславский внушал в работе актера над ролью, по поводу ревизора, у него есть по поводу ревизора часть работы. Ищи случай в жизни, там, потерял деньги, например. Но не работает же это над Гоголем. Никакие бытовые мотивы не работают. Вы можете реальные жизненные ситуации, свои, включить в работу над ролью на уровне текста Гоголя. Или приходится, наоборот, распахнуть воображение куда-то в совсем другую сферу. Это обязательно что-то должно быть, связь какая-то с чем-то реальным и конкретным. Что было? На самом деле, понимаете, ну, нарушение логики там почему? Вот мать его уронила, от него воняет водкой. Понимаете, ну вот какая логика? Ну там никакой логики. Нравственность, нравственность страждет. Вот что главное. Это говорит кто? Это вот обсуждение ревизора. Да ведь нравственность вещь относительная. Замечательная. Что вы имеете в виду? Что, разумеете, вот именно относительная? А то, что нравственность всякий меряет относительно к себе. Один называет нравственностью сниманием шляпы на улице. Другой называет нравственностью смотрение сквозь пальцы на то, как он ворует. Третий называет нравственностью услуги, оказываемой его любовнице. Ведь обыкновенно, как говорит всякий из наших братьев, со своим подчиненным, свысока, говорит, милцы в государь, стартист исполнит долг свой относительно бога, государя, отечества. А ты уж там сам себе разумей относительно чего. Впрочем, это ведь только в провинции ходится. В столицах этого не бывает. Если сиявится у кого в три года два дома, так все от чего? Все от честности. Не так ли? Скверин как черт, а язык как у змеи. Это театральный разъезд. Это еще одна пьеса к пьесе. Это первая пьеса, которая была. И мы в свое время играли. Вот «Вечер сатиры» в нашем театре «Наш дом» в МГУ. И в первом отделении был Салтыков Щедрин, Саша Черный, А.К. Толстой, Сон Попова я читал. И это была дикая сатира. А после антракта, когда все обсуждало, особенно начальство, а после этого мы играли театральный разъезд, где все мнения, все, о чем говорилось, было выведено наружу. Да, а вот говорил Набоков такую вещь, что Хлестаков – это гениально придуманная фамилия. Хлестаков. Сначала было Свистунов. Свистунов было, но он искал. Там были другие варианты. Он искал Хлестаков. Гениальная фамилия. Но это что? Вот Хлестаков – это чисто русский характер, или это мировой характер? Мы говорим «Обломовщина», «Хлестаковщина», или это все-таки русское явление? Вот интересно, есть у Бердяева, есть замечательное высказывание. Он пишет, сцены после революции, 18-й год. Сцены из Гоголя разыгрываются на каждом шагу в революционной России. Нет уже самодержавия, но по-прежнему Хлестаков разыгрывает из себя важного чиновника, по-прежнему все трепещут перед ним. Нет уже самодержавия, а Россия по-прежнему полна мертвыми душами, по-прежнему происходит торг имя. Хлестаковская смелость на каждом шагу дает себя чувствовать в русской революции. Поразительно, что он опрокидывает гоголевский сюжет уже на новое, на новую историю, на новейшую. На новую бюрократию, на новые механизмы работы государства и чиновника. И если тебя принимают за важного человека, как секрет, в первой фразе это было, еще и секретнейший. Еще и секретнейший, да. То есть как государство там, да. Это уже все. Есть такая идея, что Хлестаков, это такой эмблематический образ силы, которая отхлестала как бы всех, да, то есть были какие-то параллели там и с Петром Первым, и с кем-то по поводу того, что это какая-то вот разрушительная энергия, которая уничтожительная. И вот в этом смысле Хлестаков, если про фамилию просто говорить. Да. А вот, Аня, вы писали о Розанове, да, вот я читал вашу работу. А вот справедливо ли мнение Розанова и Бердяева, кстати, он разделял это мнение, что творчество Гоголя это как бы художественное олицетворение зла. Значит, и что, Аин Набоков говорил, что Россия страна прежних учеников, она стала подражать Гоголю. Вот почему, кстати, не любил Розанов еще. Что как бы страна стала подражать, не Гоголь обличила ее какие-то недостатки и пороки, а страна стала подражать Гоголю и пошла вот другим путем как бы. Это вопрос вообще очень сложный и очень интересный вопрос отношения Розанова к Гоголю. И, в общем-то, он отчасти и касается того, о чем мы говорили. На самом деле, Розанов находил в Гоголе какие-то совершенно невероятные метафизические глубины. То есть, и здесь уже речь не шла о зле, ни о чем-то. Но он писал о том, что просто Гоголь, воспринятый буквально, действительно, и то, что в Малом театре его играли с психологической точки зрения, и то, что вот это. Вот. То он действительно нанес невероятный ущерб русскому сознанию и русскому общественному сознанию. И русская история, да. Да, и русская история, потому что Россия поверила в мертвые души, что она такая, и стала себя критиковать. Началась с этим бороться, и в результате такой стало. Вот. И когда, как раз в 18-м году, Розанов писал, что только революция оправдала Гоголя, это получается, что и сам он уже признавал поверил в то, что вот Россия такая. А вот все-таки, если действительно попытаться найти какого-то положительного героя в ревизоре, и вы знаете, вот мы на уроках его вычислили. Вот посмотрите, какая пронзительная совершенно нота. Бобчинский. Я прошу вас покорнейшее, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите, живет Петр Иванович Бобчинский. Холестаков. Очень хорошо. Бобчинский. Да. Если это и государю придется, то скажите государю, что вот, мол, ваше императорское величество в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский. Очень хорошо. Посмотрите, какая пронзительная нота, какое пронзительное желание человеческое быть услышанным, выскочить из этой вот мертвящей, из маленького человека, из маленького человека, быть услышанным, состояться, как-то притронуться вот к чему-то и стать вечным. Но в то же время есть здесь принижение человека как личность. Конечно. Государю скажите. Это как посмотреть. С другой стороны, по поводу страха и вот этого. Хлистаков ведь, ну, персонаж там, он личное что-то или безличное. Он же является, и он пробуждает здесь что-то, что дремлет, да, вот бесов каких-то, которые прячутся. Это какая-то, может быть, нематериальная сила, да, как потом театр считывал в 20 веке. В этом смысле из Бобчинского, с Добчинским, он тоже что-то такое дикое. А когда он просто усыновить, признать ребенка, то есть это очень человек, хотя бы запрещено это тогда. Да, Бобчинский, Добчинский, самые положительные. Да, то есть они как бы виновники. Конечно, виновники, и они с человеческим лицом. Среди всех этих монстров они самые человеческие. Но, кстати, это тоже ответ парадоксальный вот на этот ваш вопрос по поводу героя, там и положительного героя, потому что если нам приходится одну жалкую реплику Добчинского считать как бы прорывом в человеческое, среди всего остального в пьесе, где нет больше ничего человеческого, ничего вообще, ни в ком, ни в одну минуту. Ничто человеческое мне не близко. Просто, наверное, не надо ее как реалистически прочитывать. О чем настаивал Василий Васильевич Розанов. Это не реалистическое произведение. Конечно. Да, а вот чисто по поводу вот такой драматургической техники. Вот Набоков писал, что для чего Гоголя нужны, вот как он пишет, вереница паразитных второстепенных существ, которые так и норовят пробиться в первый ряд. То есть называются десятки имен, которые не... Которые появились и исчезли. Там буфейчик, там, да, они вот даже только... Потом булгаков. Да, да, да. Вот они, это ружья, которые не стреляют. Ну да, не стреляют. Как бы не стреляют. Да. Все ружья. Вот я очень смеялся, я сегодня, значит, посмотрел, значит, вот такая, вот он говорит, значит, когда о своей тёще, он говорит, значит, Анна Андреевна, знаешь ли, до какой чести удостаивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери, городничий, куда, куда, рехнулась матушка, не извольте гневаться ваше происходительство, она немного с придурью, такова же была и мать её. То есть он ещё тёщу, по ходу дела, которая нигде не появляется. Из небытия. Из небытия. Из небытия. Из небытия, да. Тёщу, да. Да, да, да. И как бы, то есть вот таких вещей очень много. И, кстати, и пьеса работает. Набоков пишет, что эти все как бы ненужности, это не фон, это сам смысл. И стало понятно в 20 веке, что Гоголь в каком-то смысле принадлежит новой драме. То есть там есть хоровой персонаж. На самом деле система персонажей невероятно интересная. Они и индивидуальны, и безиндивидуальны в то же самое время. Они действительно образуют какую-то такую вот массу бесконечную. Скажем, ну я не знаю, там в Мирхольдовском спектакле было почти 100 персонажей, 89, да? Хотя в пьесе, в каноническом варианте 39. И это оказалось возможно, потому что это как бы бесконечное человеческое поле, да, увеличивающееся. И оно все как бы извлекается вот этой энергией приходящего вот этого вот силы, да, энергии вот этого Хлистакова. Ну и вот как развязка ревизора, да, то есть вот этот мир человеческих страстей и пороков, он возникает из каждого угла, и он бесноваться начинает в этой пьесе. И этот самый странный персонаж Хлистаков руководит этим беснованием. Вы чувствуете вот этот внесценический контекст? Но это уже, вы понимаете, с позиции человека 20-го века, уже почитавшего, ну, Ионеско Беккета в меру Мрожика, Булгакова, что вот это, что это возникает еще какой-то некий фантасмографический мир. А я вспоминаю, в театральном разъезде, ведь первая фраза, как бы реакция зрителей на то, что они увидели, выбегает человек с растопыренными руками. Это черт знает, что такое. Этакое, этакое, ни на что не похожее. Да. Это самое... Самое первое. Между прочим, это самая главная фраза, которая представляет собой эстетическую формулу пьесы. То есть, полное отсутствие логики, полное отсутствие подобия по поводу реализма. Но при этом она достает, она же... И черт там упоминается, черт знает, что такое. Черт знает, что такое, да. То есть, здесь, как не вспомнить, Мережковского Гоголя и черт, и вот эту вот дьявольскую силу... Да, он как бы все равно боролся с чертом. ...это хихея. Невозможно не сказать по поводу Михаила Чехова, не упомянуть. Да. Что, на самом деле, вот, то, что пьеса, она представляет собой не персонажей лиц, которые на персональном уровне между собой там как-то взаимодействуют, а силы, да, вот какие-то вот... Некие силы. Это потрясающе было открыто в спектакле, в котором играл Михаил Чехов, Станиславский в 21-м году, поставил в художественном театре. Вот. То есть, это был первый случай, когда явно написали, что артист играет не Хлистакова, а человека, а силу, Хлистаковщину. Да. И сила заключалась в том, что на сцене была невероятность. То есть, вот он мог выделывать что-то неожиданное для партнеров. Он создавал страх на сцене. Они не знали, залезет он под юбку актрисы, что он им покажет в этот момент, там есть арбуз такой, такой, там такой, что он скажет, за каким предметом он бросится. И, в принципе, он был явно совершенно, вот критики писали, поскачет на одной ножке, запоет каким-то странным голосом, не то, что нужно в этот момент. И совершенно понятно, что это не материальное. То есть, в соответствии со своей теорией, антропосовской, да, и в ритмической теории, не того, что я играю, там, самого себя или что-то, а через меня воплощаются образы, большие, которые, там, вот, через меня я могу почувствовать и на сцене физически передать. То есть, вот, в спектакле, где играл Михаил Чехов, совершенно понятно, было понятно, что хрестокопщина – это сила, это энергия, это страшная энергия, которая иррациональная. То есть, практически, вот, главное, наверное, в пьесе, самое сложное, то, что мы поняли до сих пор, что это про силу иррационализма, про обрушивающуюся на нас силу отсутствия логики и разума. Да. Ну, вот, интересно, вот уже существует многолетняя, более чем вековая, значительная история постановок. Это, это вообще уже сама история постановок, это книга, это уже некий миф. Вот, какие, начиная с первого, с первой постановки с Сосницким, с Дюром, и заканчивая, вот, новейшими, там, фокинской трактовкой, да, но был великий спектр Мейрхольда, вот, Мейрхольд переломил как-то традицию. В 20 век, и великий режиссер, который при этом прошел через символизм, и через глубокое понимание философское всего. Так нет, и Гоголь вообще символистами был очень сильно поднят, да, и религиозный философ. Началось с Розанова. Да, 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 совершенно понятно, что было понятно, что это не жизнеподобное произведение, это не только социально-критическое, дидактическое произведение, а что там прячутся большие философские смыслы. Кто там играл? Кто там играл Христакова? И Христакова играла и Ростгарин, да. А, Гарин играл. Ага, да, да. Ага. И на самом деле очень важно то, что этот текст был организован, вот мы говорили про текст сам пьесы, то есть, конечно, это было, во-первых, сам текст был сделан как современный текст, писал Коренев с Мейрхольдом. А, Сверхольдом. Мейрхольд, вместе с режиссером Лаборатом Кореневым, они взяли много вариантов, они взяли куски из других произведений, из игроков, из кое-что из мертвых душ, из всего мира Гоголя. Это был эвизор, прочтенный в контексте всего Гоголя и даже шире. Но дело не только в этом, а дело в том, что сам текст, он был сделан, ну, я бы сказал, как отредактирован, как киносценарий на 50 лет дальше. То есть, в нем было гораздо меньше таких вот произнесенных, вербальных фразов, сказочек, хохом и смешных штучек, которые у всех на слуху, он был, как бы, ритмически заострен. Он был разоплощен в определенной степени. А биомеханика там была? Тогда вошла биомеханика в сам текст. То есть, он был ритмизован, и он превратился в повод для гораздо большего театрального действия. Если позволите. Чем русская недовольность. В знаменитая сцена, когда все чиновники по одному приходят к нему. И как это, как я это, у меня видеоряд создался от чтения, значит, театральных статей. Вот так стояли, двери были, как вот у нас здесь, в декорации. И вот приходил к нему, и с первым был очень аккуратный разговор о том, не могли бы вы меня занять. Как это? Да, конечно! Вот, а потом... Наглость нарастает. Он понимал, с чем они приходят. А потом один на другого постучал, объяснил ему, и так шел второй, а первый, второй, третий, и пятый уже хрестокол. Значит, есть у вас деньги? Нет, дорогая. Вот в чем биомеханика, есть ритм. Деньги сюда, бумага и чернила здесь. Следующий. Деньги сюда, бумага и чернила здесь. Нет, у Верхольда была... Наполеон говорил женщинам. Наполеон говорил, На самом деле, у Верхольда был вызов в том, что они являлись все вместе из этих дверей. Двери эти появлялись... Действительно, кстати говоря, наша декорация... Да, абсолютно. Абсолютно. Это ревизор. В Верхольдовская, да. Нет, это было очень важно, потому что это были закрытые двери, и энергия, и смысл был там. На сцену выкатывались маленькие фурки, которые были, какая-то такая странная, остраненная реальность, на которой была не собственно как бы жизнь, а какое-то странное существование, и укатывались назад, а реальность была где-то там. Это не на что не похоже. На сцене валялся этот, значит, вот, ревизор из полосип, и только некоторые сцены происходили на всей сцене. Вот. И на самом деле, по поводу структуры спектакля, это тоже очень важно, как бы вот была нарушена вот эта линейность пространения, и было понятно, что спектакль лейтмотивен, и пьеса лейтмотивна. Было понятно, что то рождается лейтмотив смерти, и начинает быть понятно, что это практически умирающие люди. Мотив разнузданной эротики, на какое-то что-то животное. Он же сказал Бабановой, помните, Майрхольд, по-моему, сказал, да? Она сказала, в такой степени в роли Марии Антоновны я могу быть неприлично. Он сказал, насколько сможете, насколько и будете неприличны. Насколько вы можете, да. Насколько и будете неприличны. Вот. Да. И это мотив. И при этом он переворачивается в трагический, потому что очень важно, что все это не было на уровне социально-обличительного. Потому что все это было понято, как, в общем, своеобразная метафизика существования. Как стихия. Как стихия. И при этом очень натуральная. Он добивался натуральности этих персонажей. Кстати. Вообще, это одна из самых главных загадок и самых главных специфических качеств пьесы этой. Ведь по обычной драматической логике есть мотив, есть какая-то интенция у персонажа. Это та пьеса, которая построена на том, у главного персонажа нет никакой интенции, у него нет мотива. Он действует безмотивно. Стихийно. Он действует почему-то. Он послан. Его несет. Или его несет какая-то сила. Или он проявление какой-то силы, которая его движет и несет. На самом деле, реагирующие на него другие персонажи, и это потом понимал театр 20 века, это тоже люди, которые как бы реагируют на конкретные точки в ситуации, но у них мотива драматического, интенции тоже нет. То есть, на самом деле, Гоголь, и это объективно, это есть в тексте, для этого не надо было быть какими-то особенно изобретательными режиссерами 20 века. Он рисует очень странно, стихийно развивающийся процесс, который действительно движется никуда не похоже по законам чертовой логики. какой-то. Да. Или вот замечательная, кстати, сцена. Христаков, начало акта, Христаков и Мария Антонна. Мария Антонна, ах, Христаков, отчего вы так испугались, сударыня? Мария Антонна, нет, я не испугалась. Христаков рисуется. Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который осмел... за который обрыв. Осмелюсь ли спросить вас, куда вы намерены были идти? Мария Антонна, право, я никуда не шла. Христаков, отчего же, например, как бы это сверх язык. Но это вы еще читаете наиболее логичную часть. А если взять, например, какую-нибудь там первую сцену после того, как я пригласил вас, господа, то она совершенно строится на обрыве логики. То есть вот тот комический аллогизм, который Александр Слонимский, Александр Леонидович Слонимский, который написал замечательную работу «Техника комического у Гоголя», он нашел одним из главных законов этой пьесы все время обрывы и перевороты логики. То есть все строится на то, что есть какой-то видимый посыл смысла, который вдруг срывается в бессмысленность. То есть мотив в безмотивности, смысл в бессмысленности. И так строятся клетки действия все время, которые на самом деле какая-то кажимость. А вот насколько Фокин сделал, ну не то, что восстановил Мерхольдовский спектакль в Александринке, но как-то дал свою трактовку той самой пьесы, того самого спектакля. Нет, это очень интересно. Это школа? Нет, Фокин играет с разными типами Гоголя, если хотите. То есть он Мерхольда очень глубоко чувствует, но совершенно не иллюстрировал его. Он наоборот, даже я бы сказал, это было так вот принципиально, что он брал какие-то вещи и какой-то элемент был, предположим, из Мерхольдовского спектакля, а обыгрывается все другое. Он на самом деле совершенно явно понимает про вот эту жуткую злую силу, которая нематериальная, то, что было в бюджетском тексте. Там были какие-то очень откровенные, дикие сцены. В первом варианте, где играл Девоченко Хлистакова и Цурила огромный. Обритый такой, наголо, да? Да, вот. Они являлись два совершенно отвязных уголовника, явно совершенно из тюрьмы. Там дико реагировал поэтому на упоминание тюрьмы в начале Хлистаков. Вот. И практически там вроде был вот этот человеческий план каких-то отвязных типов, которые под себя подделывают в итоге весь этот город. И в конце все обрились, все эти чиновники прилесали под ними лысые. Но человеческий план был как бы только внешним. Потому что на самом деле вот это были люди, да, воплощавшие какую-то энергию, которая приносила что-то дикое животное сюда. Потому что там, когда Хлистаков в конце исчезал, то практически там было что-то ужасное. Он хватал там городничий этого Хлистакова, там держал его за там плечи, за спину. И у них там с Марьей Антонной его там тыкало. Это была чуть ли не какая-то собачья случка такая. Вдруг ему Осип делал знак, что пора отсюда бежать. Линять. Моментально в секунду все прекращалось, и они куда-то линяли. Я этот момент рассказываю, потому что это опять же все было нематериально. Это было не рассказ про там лиц, людей. А это было вот то, что главное, то, что понял Фокин в этой пьесе на самом деле и в Мирхольдовском подходе. То, что это действие сил, действие энергии, не персонифицированных отчасти. Да. А вот почему так любят современные режиссеры обыгрывать то, что действительно есть в Гоголе? Эротизм. Там же пьеса очень эротическая. Про Гоголя, чтобы не подумали зрители, что действительно это так все просто. Потому что Гоголь, как человек, в принципе, сложный, философский, глубокий, религиозный, у него вообще было сложное понимание и сложное отношение вообще к физиологическому проявлению любому человека. Он видел бесовское начало вообще в эротизме. Это проходит через его произведения, через многие. Ревизор, как произведение, в котором, как мы говорили, светлого вообще ничего нет. Еще в вечерях на хуторе, когда скачет на верьме, там это эротика как бы винить с покойницей. Да. Совершенно понятно, что и натура человеческая, она тоже вскрыта у него, как в значительной степени бесовская натура здесь. Это же он пишет, эти вполне ужасные образы, Анны Андреевны и Марии Антонны, которые с ней конкурируют. И это очень театрально. Театр еще ведь что любит вскрывать? Он любит вскрывать то, что театрально. А образы Анны Андреевны и Марии Антонны и эти фигуры, которые с ними выделывает Гоголь, а в других спектаклях еще и разные, в смысле Хлистаков, и двойники Хлистакова, которые есть. Амир Хольд прибавил еще, значит, какого-то офицера, который все время был в обнимку с Анной Андреевной и ее уносил. И еще был заезжий офицер, который был капитан в голубом мунтире, который был двойником Хлистакова. И была сцена кадрили, и, безусловно, как один из знаков нашего вырождения, это есть наше сексуальное вырождение, это наше вырождение физическое, один из знаков этого. После сексуальной революции. Ответ Николая Васильевича есть. Это пошлая, низкая выдумка сатира. Паскель, паскель, паскель. Другой чиновник. Теперь, значит, уже ничего не осталось. Законов не нужно, служить не нужно. Ведь смундир, который на мне, его нужно бросить. Вот теперь тряпка. Я не насчет этого говорю. Пороки нам нужно показывать. Нужно, чтобы мы видели свои недостатки. Но не слишком ли много здесь чего-то печального, сколько наши общественные раны? Общественные. Коему нужно скрывать, а не показывать. То есть вы хотите сказать, что нужно только закрыть, залечить как-нибудь сверху эти, как называете, общественные раны, чтобы по каме себе они не были видны. А внутри пусть свирепствует болезнь. До того нет нужды. Нет нужды, что нужно взорваться и обнаружить такими симптомами, когда уже всякое лечение бесполезно. Вы не хотите знать, что без глубокой сердечной исповеди, без христианского сознания грехов своих, без преувеличения и в собственных глазах наших не в силах мы возлететь душой превыше презренного в жизни. Пусть глухо остается человек, пусть сонно проходит жизнь свою, пусть не содрогается, пусть не плачет, пусть не сведет до такого усыпления свою душу, когда уже ничто не произведет в нем потрясений. Вот то, что мы сейчас видим. А не кажется ли вам, что... Нет холодный эгоизм, что движет устами, произносящими такие речи. Они святые, чистыми к отечеству. Прощайте. А не кажется ли вам, что Гоголь вот это написал еще в порядке некого самооправдания? Абсолютно. Потому что, смотрите, что пишет... В хорошем смысле самооправдание. Что пишет Булгарин? Это вот современник пишет сразу. Нас так легко не проведешь. Даже последний писарь земского суда в самом отдаленном городишке разгадал бы того мнимого ревизора. Подобного цинизма мы никогда не видели на русской сцене. Грязное двусмыслие. Уже верно. У меня общий, как всегда, в заключении общий вопрос ко всем. Такой, скажем, вопрос. Вот обнаруживаете ли вы в себе, каждый из нас, какие-либо черты героев ревизора? В себе. Вот заглянем в себя. Ну, Хлистоковщина, конечно, это такое название. Актерская чистость. Да, да, да. Да, и ты чувствуешь вот этот, что с Пушкина на дружеской ноге и прочее. Да так! А ведь как сказать, если разговор под текстами? Да так как-то, брат. Пойдем дальше. Инна. Я надеюсь, вы не находите в себе Марья Антоновна там, или Анна Андреевна. Надеюсь. Значит, я тоже хочу процитировать школьное сочинение. Когда девочка пишет, пишет, и вдруг Хлистоков, образ Хлистокова, и вдруг она пишет, что у меня однажды был такой случай. Я была в лагере, и мы познакомились с девочкой. И я вдруг, я ей начала говорить, что у меня папа такой начальник, что у нас такой крутой дом, и у нас такая крутая машина. А потом я подумала, зачем я все это делаю? И я вот прочитала этот текст, и меня обожгло, я подумала, что вот это вот Хлистоков внутри каждого из нас. Неужели у нас всегда были ситуации, у каждого из нас была такая ситуация, когда нам хотелось казаться, не будучи тем, чем мы были. И вот это вот страшное, выдавливать по капле из себя Хлистокова. Скажите нам, что есть такое. Да, выдавливать по капле из себя Хлистокова, вот это такая главная нужда сегодняшнего дня. Хорошо. Анна? Ну, какие-то отдельные черты, наверное, можно героев Гоголя, можно в себе найти, но вот целиком идентифицировать сложно. Слава Богу! Смерть, как герой. Наверное, вот с чем я пытаюсь в себе бороться, это с таким общегоголевским стремлением делить реальность на две части. Вот она низкая, страшная, ужасная, реальная жизнь, да, и вот мечта, которая где-то там далеко, и куда мы мчимся на птице-тройке. Хорошо, Николай. Знаете, я совершенно почему-то не воспринимаю Гоголя на вот таком персональном смысле жизненных ситуаций. В этом смысле, если спросить себя, чувствую ли я себя в гоголевской ситуации, то для меня этот вопрос так читается. Чувствую ли я себя в ситуации метафизического абсурда когда-то в жизни? Попадаю ли я в такую ситуацию, где нет разума? Где действует... Уже рядом. А вы здесь, да, этой ситуации были? И тогда я отвечаю, что да. Принимали вас сюда? Дело не в том, что меня принимали, а когда я оказываюсь, я не знаю, в какой-нибудь конторе, или в какой-нибудь военкомате, или в какой-нибудь электросетевой... Да. Когда я получаю письма, жалобы, которые я пишу в какие-то правительственные органы, и, честно говоря, когда я читаю ответы, то это совершенно гоголевские ответы, то, что я читаю, с нарушением логики. Поэтому на самом деле я чувствую себя в гоголевском мире, конечно, в смысле вот в этом, в смысле нарушения логики, аллогизма, и какой-то вот такой вселенской, и совершенно полного отсутствия мотивации. А взятки приходилось давать? Взятки я не могу... Нет, не так берут. Взятки я не могу давать. Принципиально? Ну, принципиально и морально, и, в общем, на самом деле в жизни... Даже вот когда были ситуации, это действительно было невозможно. Жалко, наверное. Но! Приходилось. Но! Так нет, но! Но я могу сказать в смысле, что я вот сейчас нахожусь конкретно вот в той ситуации, когда из меня вымогают взятку за то, чтобы мне на дачу провели электроэнергию. Так. Государственные органы. Вот. И я себя чувствую в гоголевской ситуации, потому что говорят не то, что думают, потому что происходит не то, что происходит, потому что то, что происходит, оно вне закона, вне логики, вне смысла. И это в гоголевской ситуации. Да, да. Но вы дадите? Нет. Я уже принципиально... Мы проверим. А щенками? Мы брать щенками. Я иду по абсурдному пути борьбы другими способами и оказываюсь вполне на гоголевском пути. Пути, да. Когда то, что должны делать, не делают, я обрастаю параллельной реальностью переписки, в которой написано, что что-то делается, то, что не делается, в этом смысле Гоголь всегда с тобой. Гоголь всегда прав. Да. Значит, ну я тоже отвечу на этот вопрос, замечательный, заданный мной, самому себе и вам. Значит, конечно, Христоковщина. Потому что я помню, что в детстве, например, я говорил коллегам по двору, товарищам, что у меня брат герой Советского Союза. Конечно. Обязательно, а папа работает там, уже не помню, в какой-то очень... В главке. В главке, куда... То есть он военный, а отец у меня не был военным. То есть Христоковщина живет в каждом изначально. Не подождаю. Но у меня есть еще, знаете, какая особенность? Вот мне кажется, я еще в себе нахожу черты Шпекина, патчмейстера, потому что это связано с чем? Не с тем, что я вскрываю чужие письма. Сидя в архивах, мне приходится читать чужие дневники, чужие документы, хотя это как бы позволено, но чувство, что я вот делаю подглядывание, не проходит. Хотя пишет Гоголь, что Шпекин простодушный, наивный человек. Но вот такая наивность, я читаю эти документы и вспоминаю невольно Гоголя. Вот такие у меня комплексы, скажем так, гоголевские. Ну хорошо, я зачитываю, сами понимаете, что. Конец. Городничья, ненатуральны вы, сплетники городские, лгуны проклятые. Артемий Филиппович, чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами. Городничий, только рыскаете по городу, да смущаете всех, трещотки проклятые, сплетни сеете, сороки короткохвостые. Амос Федорович, пачкуны проклятые. Артемий Филиппович, сморчки короткобрюхие, все обступают их. Бобчинский, ей-богу, это не я, это Петр Иванович Добчинский. Э нет, Петр Иванович, вы ведь первой того. Бобчинский, а вот и нет, первые-то были вы. Явление последнее. Те же и жандарм. Жандарм, приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник, требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст. Вся группа, вдруг переменивший положение, остается в окаменении. Немая сцена. Ну вот на этом мы заканчиваем наше обсуждение пьесы и спектаклей по ревизору. Ну что сказать? Я говорю обычно читайте, перечитывайте классику, но в данном случае невольно придется еще много лет читать ее и перечитывать и переигрывать, потому что время Гоголя не кончилось. Так что читайте и перечитывайте классику. Ваш Игорь Волгин. Редактор субтитров А.Семкин